Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия. Я, опять же, очень извиняюсь, что видео по обновлению выходят не тогда, когда хотелось бы, что они выходят намного позднее. И даже обидно, что не то, что я, к примеру, снимаю видео просто один раз в неделю по обновлению, а то, что я, к примеру, могу выставить какое-то другое видео, а потом выставить видео по обновлению. Ну, вот так вот просто всё это случается. Вот, тут мне кто-то радуется. Почему ты радуешься? Что случилось? Никто ничего не пишет. А-а-а, понятно, 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 всё тут ясно, всё тут ясно, прям-пам-пам. Я сейчас напишу, что я снимаю видео, снимаю, не хочу переключать. Снимаю. Ух, вот так вот будет, пусть будет. Да, и всё-таки пусть и с опозданием, что же у нас в этом обновлении было в эту среду. Нам добавили, для тех, у кого, разумеется, есть куплен лайф, бесконечное счастье тем людям, я одна из этих счастливчиков, тем в магазине добавили вот такую сумочку. Эта сумочка дополняет комплект амуниции, которой, к сожалению, на мне сейчас нету, но, точнее, там комплект одежды и амуниции. Вот. Недавно нам, наконец-то, добавили там все бантики, потому что был только один бантик, но добавили, наконец, бантик и на хвост лошади. И теперь нам добавили ещё сидельную сумку. Насколько я помню, по идее, комплект закончен, но я не уверена. То есть вот такую нам сумочку симпатичную добавили, очень приятной текстуры. С лайфом всё. На этой неделе лошадиная ярмарка закончена, я хотела сказать, закрыта, поэтому откроется она только в следующей неделе. Ну, и те, кто не знает, что в обновлении, я здесь не просто так стою, потому что нам нужно срочно отправляться в торговый центр, потому что большая часть обновлений находится именно там. Как вы знаете, зимняя деревня от нас уехала, и встретим мы её только в декабре с 2019 года. Целый год нам придётся сидеть в ожидании, когда же она появится. Но разработчики нас не бросают, и поэтому в подарок нам предоставили в магазине комплект одежды, специально, скажем так, для зимы. Насколько я помню, называется... Как обновление называлось, что ли? А у нас в Швеции морозы не боятся. Я плохо помню, потому что, на самом деле, не особо-то и читала. В общем, комплект состоит для лошади. Вот из такой замечательной, замечательного вальтрапа, который мне очень сильно нравится. Да, у меня есть ИСКА на покупку, но пока что я их тратить не буду, потому что у меня назревает покупка лошади, которая ещё не вышла, но я её жду. Так что вот такая симпатичная уздечка. Уздечка тоже очень классная, детализированная такая. Очень нравится вальтрап, такую в клеточку синюю. И седло. Я обычно вытянутые сёдла для выездки не люблю. Я люблю больше конкурсные сёдла в Star Stable Online. Но это седло стало просто первым мгновенным исключением из правил, потому что как только я его увидела, я поняла, что я хочу это седло. Уж больно оно мне понравилось. Да, стоит всё это, уздечка стоит 59 ИСКА, вальтрап 89, здесь лосут 109. То есть в общей сумме вам понадобится, ну если округлить, 300 ИСКА вам понадобится, чтобы купить чисто вот этот комплект для лошади. И то, сейчас мы поднимемся ещё на верхний этаж, какой же комплект на лошадь без нагавок. Если можно обойтись, насколько я помню, бантиков всяких там нету, то без нагавок-то обойтись как раз нельзя. Поэтому мы сейчас быстренько забежим в магазин нагавочек и аксессуарочек всяких красивеньких, симпатичненьких. Надо было где-то всё-таки, когда я наконец разбогатею. Но это так некрасиво, если честно, прозвучало. В общем, когда у меня будет нормальное количество ИСКА, я хочу скупить здесь всё, потому что вот, ну, не всё, а вот самые последние. То есть вот эти старые нагавки я не хочу, а вот новые бантики, уж больно они мне нравятся. Да, точно, мы забыли, что тут ещё седло есть. Седло мы посмотреть... Вот, да, только... Ой, не седло, а сумку. Сумку седельную мы можем посмотреть только так, к сожалению. Ну, в принципе, тоже неплохо. Ну, если честно, синее мне нравится больше, но какая-то она такая кусковатая. Ну, вот такой текстурой непонятно. Ну, может быть, если бы я её купила, я её разглядела нормально, она бы выглядела лучше. И вот такие вот зимние нагавочки. Сейчас я как-то получше сделаю. Вот так вот. Да, вот так вот их видно. Мне немножко напрягает, что мех такой... Даже не бежевый, а как будто слегка розоватый. Мне это немножечко не нравится. Сама кожа... Ну, мне кажется, это кожаные нагавки какие-то, ну, непонятно. Не похоже, что они тканевые. Цвет карамели, в прямом смысле этого слова. Ну, в принципе, целиком, если комплект собрать, то будет очень даже ничего и симпатичное. Можно быть с чистой совестью, не боясь замёрзнуть, отправляться в ту же долину спрятанного динозавра, кстати, как сами сказали разработчики, пока там всё не растаяло. Вот, видите, даже разработчики уже говорят, что там потепление намечается. Так что... Ну, как бы я не призываю вас, что вот, давайте покупайте этот комплект, пока зима не ушла совсем отовсюду, чтобы можно было там побегать. Да. Вообще, в принципе, да, мы все всегда возмущались, что ДСД это самое пустое место, в котором вообще не хочется быть, но, знаете, если оно растает и у нас не останется зимнего места летом, то это будет очень грустно и очень печально. Так, на человечков, на наших персонажей у нас вот такой комплект, вот такая гигантская шляпа, которых я очень... Я не люблю эти шляпы, но не люблю их. Я люблю ковбойские, я люблю шимаки, я люблю какие-нибудь там береточки, ещё что-нибудь, обычные шапки, кепки даже, может быть, но вот эти шапки, я их не люблю. Да, я не спорю, комплекс шикарный, сам по себе смотрится, но мне кажется, что вот с этой курткой, вот, ну вот, кстати, как вот зимой, ну, шарфики, добавьте шарфики, пожалуйста. В общем, вот такая, кстати, замечательная дублёнка, насколько я помню, она должна называться. Вот такие перчатки кожаные, прям просто промазанное масло, наверное, или смазь, чем там, чтобы какой-то там гиги, не знаю, мазью, чтобы они прям кожа, кожа была впитанная, такая хорошая. Вот такие штанишки у нас коротенькие. Штаны предназначены чисто для специальных сапог, я так полагаю. То есть, чтобы вот вообще встык-встык. Сапожки вот такие вот, очень симпатичные, кстати, мне они понравились с самого начала. Но, ну да, они такие прямо, вы знаете, смешанные сапоги и с валенками. Очень классно. Тепло, наверное. Вот. То есть, у нас получаются сапожки, штанишки, перчаточки, дублёночка и вот эта шляпа. То есть, шляпа 69, дублёночка 109, перчаточки 39, штанишки 89 и ботиночки 59. Я так считать не хочу особо, сколько у вас всё это выйдет, но мне кажется, в сумме там вообще СК, наверное, 500 выйдет, если не больше. Мне кажется, даже больше. Ой, я опять это не пробегу. Вы видите, глазами у меня пробежали. Классненько. Классные лаги, суперские лаги, вообще просто классные. Так, это всё из этого обновления. В скором времени, кстати, нас ждёт обновление всадников, духовных всадников. Да, мы будем с нетерпением этого ждать, потому что я всё-таки надеюсь, что после обновления духовных наездников у нас будет обновление персонажей, потому что не то, что я, а мы уже не можем. Нам нужны нормальные модельки наших персонажей, которые бы нормально могли взаимодействовать с лошадьми, чистить, кормить, гладить, чтобы не было как это, рассинхрона, причесок с головой и ещё что-то хуже, что может быть вообще. Ну и просто потому, что, да, вроде как недавно персонажей наших обновили, но они уже отстают по своей модельке с последними NPC, то есть не игровыми персонажами, которых выпустили разработчики. Это все новости на это обновление. С вами была я, Даналия. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать их морковкой. До встречи в следующем видео. Всем пока!